В северной столице стартовал Санкт-Петербургский международный экономический форум. После вынужденного перерыва в прошлом году, эта ведущая мировая площадка вновь открыта для общения представителей деловых кругов. Мероприятие проводят под лозунгом «Снова вместе! Экономика новой реальности». Пандемия повлияла и на тематику форума, и на некоторые организационные моменты. Из Петербурга репортаж Анастасии Ефимовой. В новой нормальности он первый крупнейший международный форум, который проходит оффлайн. Ограничения, разумеется, есть. Не больше 5000 человек на площадке. Мощные установки для обеззараживания воздуха и обязательное тестирование для всех участников. Для того, чтобы попасть на территорию экспофорума, одной аккредитации недостаточно. Важно ровно за сутки до прохода сдать ПЦР-тест. Если этого не сделать, или же результат будет положительным, попасть внутрь не получится. Если же все в порядке, то загорится зеленый свет. И добро пожаловать. Делегации из разных стран. Катар, страна-партнер форума в этом году. США, Китай, Великобритания. Для государств, где по-прежнему действуют ограничения, возможно участие в прямых трансляциях. Но живое общение в нынешних условиях – особая роскошь. Благодарим участников подписания. От слов к делу здесь переходят без промедления. Еще утром клуб лидеров России «Эльбрус» провел сессию, посвященную новым импульсам развития регионов. И вот уже соглашение о сотрудничестве платформы «Россия – страна возможностей» с Липецкой областью. Мы всегда счастливы работать с «Оно Россия – страна возможностей». Для нас это развитие интеллектуального волонтерства и дорога к развитию нашего потенциала, потенциала нашего региона и той молодежи, той интеллектуальной молодежи, которая у нас есть. Потому что на сегодня это одна из самых лучших организаций в России, которая объединяет талантливую молодежь, которая хочет служить государству. Липецкая область – участник пилотного проекта клуба лидеров России «Эльбрус» под названием «Обучающие экспедиции», в рамках которого финалисты и победители конкурса реализуют свой потенциал, инициируя изменения в регионах. А субъекты федерации, в свою очередь, получают готовые решения задач, которые требовали новых, нестандартных подходов. Липецкая область принимала так называемую «Обучающую экспедицию» клуба «Эльбрус». Клуб «Эльбрус» – это победители, клуб победителей конкурса «Лидер России». И совместно с командой губернатора, совместно с населением Липецкой области решали актуальные задачи. Ну и я уверен, что вместе всегда можно сделать больше. Наша команда сильная в Липецке, и мы будем стараться наши отношения продолжать и укреплять. Аналогичное соглашение подписано и с Чувашией, что позволит республике фактически сформировать интеллектуальный кадровый резерв. Только лучшие из лучших. Россия – страна возможностей, как общественная организация, автономная организация, проводит очень много интересных мероприятий, которые, прежде всего, дают возможность по-другому взглянуть на происходящее событие. И мы заинтересованы, чтобы все эти подходы и эти идеи, которые на площадке реализованы, были реализованы на территории Чувашии. В деловой программе форума заявлено 1200 компаний. Каждая пытается привлечь внимание, но есть один стенд, пройти мимо которого точно не получится. Мир меняется, и в этом новом будущем ситуация чуть иная. И парадигма меняется в такую сторону, что мы не делаем что-то, а потом показываем. А мы делаем что-то, что потом может делать проект вместе с человеком. Цифровые двоедники – проект, созданный медиахудожником Максимом Жестковым и инженерами «Газпромнефти». Фактически фасад стенда превратился в создаваемое нейросетью зеркало, на поверхности которого появляются визуальные, динамические копии людей, подходящих к нему. Наш проект, который за моей спиной, – это художественный арт-проект, который связан с таким эмоциональным переосмыслением явлений цифровых двойников в цифровом мире с точки зрения искусства. Но это, конечно, не просто зрелище или занятное развлечение. Это пример трансфера технологий. Использованные при создании объекта алгоритмы уже активно применяются компанией, например, для геоаналитики. А могут быть задействованы и шире, скажем, в медицине или в цифровом искусстве. В общем, это пример сочетания приятного с полезным и очень современным. Жаль только, что задержаться у цифрового зеркала не получится. Уж очень программа Петербургского международного экономического форума насыщенная. Анастасия Ефимова, Илья Налютов и Андрей Юрчук. Вести. Петербург.